Доброе утро! 17 апреля вы смотрите программу «Утро нового дня» и с вами ее ведущий Дмитрий Попов и Алис Троян. Добричка, мы уже пробудились и составим вам утреннюю компанию. Спасибо, что вы вместе с нами. Нам очень приятно встречать каждое утро с вами, но мы сейчас подготовили ряд увлекательных, интересных и не всегда позитивных новостей, о которых бы хотелось бы вам рассказать. Дело в том, что все события, которые происходили во Франции, за этим следит весь мир. И дело в том, что сейчас на французском сайте, который занимается продажей электронных книг, первое место занимает собор Парижской Богоматери Виктора Гюго. Действительно, пожар в сердце Франции потряс весь мир. Сколько времени и средств уйдет на реставрацию легендарного собора Парижской Богоматери, не осмеливается прогнозировать ни один эксперт. К счастью, пламя потушили спустя 12 часов. Удалось спасти главные реликвии – терновый венец Иисуса Христа, гвоздь из Креста Господня, тунику святого Людовика и святыни мирового христианства. Мало кто знает, что с Натердам-де-Пари связан исторический объект нашего полуострова. Туманный колокол Херсонеса расположен в Севастополе, хорошо знаком с собором. Подробности у нашего собственного корреспондента Анастасии Сниной. В 1803 году по инициативе Александра I этот колокол привезли в Херсонес, доставили его из Таганрога, где он был отлит из турецкого трофейного оружия в знак победы русских. Тогда полуостров и стал частью Российской империи, но дальнейшая судьба символа была нелегкой. В годы Крымской войны французы в 1855 году его, так сказать, похитили фактически, вывезли в качестве трофея в Париж. В начале 20 века французский консул в Севастополе Луи Ге обнаружил этот колокол на соборе Парижской войны. Как он туда попал, уже французы сами не знали. Накануне Первой мировой войны, где Франция и Россия выступали союзниками, колокол вернули обратно. Это был дипломатический жест в знак дружбы и братства. В 1913 году русский символ и собора Парижской Богоматери торжественно прибыл в Севастополь. С 1925 года колокол служил звуковым маяком для судов, которые входят в Севастопольскую бухту. После Великой Отечественной войны корабли начали массово оснащать радиорадарами. И обязанности маяка с колокола сняли. Он стал историческим памятником. И одной из визитных карточек полуострова экскурсоводы всегда включают его в рассказ о Херсонесе. Мы если в экскурсии завершаем, мы обязательно завершаем именно после этого места. Говоря, естественно, о колоколе, рассказывая о нем. А для ребят это вообще место, можно сказать, очень интересное, потому что здесь же снимался фильм «При приключения Буратино». Поэтому, когда приходят детские группы, то первых вопрос обязательно о колоколе. Чтобы колокол сохранился, его нельзя раскачивать. И в 2000-х годах на нем установили специальный ограничитель. Ведь интерес к объекту большой. Место посещают тысячи туристов. Решили посетить Херсонес. Опять же, это туманный колокол. Обязательно его хочу еще раз увидеть. Здесь такой красивый вид около колокола на море. Очень красиво, очень интересно. Сейчас он не звонит, как и колокола собора Парижской Богоматери, как будто переживая вместе с Нотр-Дамом, допарив всю боль от пожара. На восстановление собора объявлен сбор средств по всему миру. Владимир Путин предложил своему коллеге-президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь направить в Париж самых лучших реставраторов нашей страны. Анастасия Сафнина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. На полуострове почти 900 памятников, мемориалов и обелисков героям и жертвам Великой Отечественной войны. Большая часть из них не имеет паспорта, но все требуют постоянного ухода. Мемориальный комплекс в честь героев эльтигенского десанта вновь приходит в негодность. Об этом сообщают жители поселка Героевская под Керчью. Напомним, в феврале в конце года наш телеканал уже показывал сюжет на эту тему. Съемочные группы снова выехали на место, чтобы проверить, есть ли какая-то реакция. Подробнее в нашем следующем материале. Попадает вода, замерзает зимой и разрывает. Вот видите, результат как бы налицо. И это повсеместно вот такое вот все. Больше полувека в поселке Маяк под Керчью стоит памятник советским воинам, погибшим в боях за родину в годы Второй мировой войны. Рядом со Стеллой – братская могила. Станислав Матвеев не первый год ухаживает за этим историческим комплексом. Ежегодно по мере силы возможностей производится покраска, побелка, обкапываются деревья, кранирование производится и все. Это в самом лучшем случае. Пришло время сделать глобальную ревизию и действительно произвести работы по капитальному ремонту объектов историко-культурного наследия. Разрушается и визитная карточка Керчи. Обелиск славы на горе Митридат. Монументу 75 лет. Он просел и покрылся трещинами. По контракту ведется изыскательная работа, идет инструментальное обследование данного памятника. Буквально сегодня там будут опять производить шурфения. И по предварительным пока заключениям памятник будет признан неаварийным. И он будет подлежать реконструкции. Недавно обновили символ поселка Героевская парус, который стал осыпаться спустя два года после капитального ремонта. Приводить в порядок памятники и мемориальные комплексы Керченской администрации помогают волонтеры и активисты. В Керчи больше сотни памятников, посвященных Великой Отечественной войне и десятки братских могил. Сразу несколько монументов сегодня находятся в аварийном состоянии. Их местные власти уже готовят к реставрации. Так обстоят дела с памятниками в городе Героя. О мемориалах столицы республики расскажет моя коллега Мария Красновицкая. Наверное, не существует кладбищ, где бы не были упокоены тела героев или жертв Великой Отечественной войны. К примеру, этот памятник в Симферополе построен в 70-е годы. На братской могиле мирных жителей, пострадавших от фашистского террора. И очевидно, что в преддверии 9 мая его пока не благоустраивали. Если подойти ближе, видны трещины, осыпавшаяся плитка и стертая побелка. Но мусора наобдали нет. Чего не скажешь о братской могиле советских воинов на улице Титова. По всей видимости, после памятных мероприятий в честь освобождения Симферополя сюда никто не заходил. Леонид Колганов часто бывает у мемориала. С нашим мнением не согласен. Это не разбросано, это просто раздуло ветром. Я думаю, что к субботе это все приведут в порядок. Рабочие, ну как сказать, белили, убирали, подмазывали. Все сделано очень красиво и культурно. С конца марта начиная. И вот они даже больше, да, они приезжали и все это делали. Цветы и свежая краска на могилах героя Великой Отечественной войны на Петровском кладбище и Втором гражданском. Достойно выглядит и мемориал на месте массовых расстрелов советских граждан на улице Героев Сталинграда. Крымские общественники отмечают, внимание к наследию в последние годы усилилось. Но есть проблема отсутствия кадастровых паспортов. Над этим работают. Это не сиюминутная акция, а эта работа будет активирована по паспортизации этих захоронений. Что даст возможность, естественно, и финансировать их. Приведение в порядок и благоустройство, там, где нужно, и реконструкцию. И, учитывая, что 2020 год у нас будет годом 75-й годовщины Великой Победы, мы эти проблемы закроем раз и навсегда. По официальным данным, в республике почти 900 объектов, которые напоминают о большой трагедии и великом подвиге советского народа. Мария Красновицкая, Светлана Ермильченко, Олег Черемисов, Алексей Староженко, Новости 24. Да, действительно, памятники требуют ухода. И, как сказала глава администрации, в том состоянии, в котором сейчас их приводят, они должны оставаться всегда. И не только к празднику 9 мая. Заботятся сейчас и о состоянии здоровья крымчана. Точнее, приобретают новые вакцины от кори. Приобрели их 350, и они уже поступят в Сифербольскую 4-ю больницу, поликлинику и больницу имени Семашко. Сейчас, по нынешней статистике, заболело этой болезнью 114 человек. Да, очень неприятная новость. Я искренне желаю, чтобы у врачей было меньше работы, чтобы эта болезнь не распространялась. Очень странно, что в современное время есть такие эпидемии, болезни, которые... Мне казалось, она встречалась уже в последнее время только в книгах. Я с тобой абсолютно согласен. И как раз-таки сейчас с нами наши коллеги, радио. Я думаю, они готовы с нами поговорить и рассказать, поведать о том, какие новости обсуждают они. Доброе утро. Здравствуйте, ребята, а мы с вами. Как быстро это все происходит. Потому что людей всегда интересует... Это не беседы. ...решение их вопросов, их проблем обращения. Хороший вопрос касаемо устных обращений. Доброе утро, коллеги. Хорошо, мы не будем мешать их замечательной беседе. Видимо, у них и так большой коллектив, они сильно влечены. У нас сейчас на связи нашей коллеги из программы «Утро нового дня». Доброе утро, коллеги. Доброе утро, мы даже боялись вас беспокоить. Какую же тему вы такую обсуждаете? Тему очень важную. Наболевшую, я бы даже сказала. Да, медицинское страхование. Как замечательно. А что конкретно? А вот все нюансы, связанные с этим. Потому что очень много нюансов как-то проходит мимо людей. И сегодня у нас в гостях не только руководитель Крымского отделения фонда ОМС, но и два директора непосредственно страховых компаний. Я думаю, что очень много нового сегодня узнаем. Знаешь, Леш, мы тоже сегодня поговорили немножко о коре, потом будем говорить и о достижениях медицины, да и не только, ну, по крайней мере, у нас эта тема будет красной нитью проходить через наш эфир. Желаем вам хорошее утро, чтобы вы пробудились, чтобы у вас были всегда улыбки. Потому что, да, может, ваши слушатели этого не всегда замечают, но они это точно ощущают. Ну, вы даете нам такую возможность с ним показать, что мы тоже сидим и улыбаемся. Ну, я хочу и нашим радиослушателям, и вашим зрителям пожелать крепкого здоровья в первую очередь. Спасибо, Алексей, хорошего эфира. И ведущим тоже. Да, само собой. Все. Удачи. И вам удачи. Спасибо, да. Но сейчас мы знаем, что погодные условия изменились, несмотря на то, что нас апрель встретил очень теплой погодой. Сейчас показатели термометров меняются, и давайте узнаем, какими же будет сегодня температурный показатель на полуострове. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок А теперь информация для наших слабовидящих телезрителей о том, что в Алуште сегодня плюс 13 и дождь, а в Симферополе плюс 15, и также ожидаются осадки. В Акчисарая плюс 11 облачно, а вот в Евпатории будет потеплее плюс 14, но при этом ожидаются осадки, и поэтому придется одеть дождевичок. Ну и в связи с ухудшением погодной ситуации подача теплоносителя в детские сады и школы Симферополя возобновлена. Дело в том, что отопительный сезон закончился 10 апреля, потому что поступало много жалоб от жителей о том, что слишком жарко, и действительно погода была очень теплой, днем было плюс 19, и когда были включены батареи, дома было действительно невыносимо жарко, но, к сожалению, погода явление очень изменчивое, и поэтому сейчас все изменилось, и в связи с этим детские садики будут отапливаемыми. Приходится привыкать к необычным климатическим условиям и зверюшкам, которые находятся на улице, которым одиноко, но у нас есть возможность им помочь. Об этом в следующей рубрике. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103. А сейчас самое время назвать удивительные достижения. Итак, израильские ученые на принтере напечатали 3D-сердце, но при этом, в чем и уникальность, оно сделано из человеческих клеток, то есть оно как живое, правда маленькое, примерно как у зайчика, кролика, и еще не сокращается, и кровь гонять не может. Но они уверены, что за ближайшие лет 10 это сделать получится, а это значит, что в медицине будет совершен действительно огромный прорыв. Действительно наступает такой необычный мир будущего, когда можно будет какие-либо поврежденные части тела распечатать на принтере. Это действительно то, о чем невозможно было представить на протяжении всех веков. Но о том, что же происходило в этот день в истории, давайте узнаем прямо сейчас. 17 апреля 1492 года Христофор Колумб подписал договор с испанскими монархиями о том, что откроет новый путь в Индию. Королевская чета взяла на себя все расходы экспедиции. 17 апреля 1722 года Петр I ввел очередной налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год. В этот день также был принят указ, который запрещал знать и купцам, и горожанам носить русскую национальную одежду и торговать ей. В 1877 году 17 апреля Лев Николаевич Толстой закончил роман Анна Каренина. В книге писатель раскрыл семейные проблемы своих героев, постарался понять истинную суть брака. Самое главное, считал Толстой, это нравственное обязательство перед близкими людьми. 17 апреля 1968 года на Центральном телевидении состоялась премьера телепрограммы «В мире животных». Многие годы ведущие рассказывали об удивительном мире флоры и фауны. Передача по праву считается самой доброй на отечественном телевидении. В этот день, в 1992 году, в законодательстве были закреплены два официальных названия нашей страны – Российская Федерация и Россия. Сегодня же отмечают Международный день гемофилии. Это одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания. В 17 апреля в мире празднуют Международный день денег. Считается, что именно в этот день была впервые проведена операция купли и продажи. А, следовательно, банкноты по-настоящему начали выполнять свою функцию. 17 апреля в России отмечают необычный праздник – День кофе. Дата посвящена любителям крепкого ароматного напитка. В Италии сегодня отмечают День эспрессо. Поисковая система раскрывает полиции данные всех пользователей, которые находились рядом с местом преступления. И вот уже даже появился такой случай, когда мужчину осудили по ошибке. Потому что дело в том, что когда полицейские подают запрос, то им, естественно, выдают всю информацию. И вот получилось так, что мужчина якобы, его телефон был зарегистрирован рядом с местом преступления. На камерах было видно, что автомобиль белого цвета, то есть решили, что это он. Оказалось, что это его знакомый, который также находился в это время, решил его подставить, воспользовался его машиной. И вот представляешь, мужчина просидел 10 суток под арестом, но при этом абсолютно был невиновен. То есть могла бы произойти жестокая ошибка. Поэтому все вот эти данные и о том, что наши цифровые носители передают все-таки, на них, ну, конечно, стало легче рассчитывать и полагаться. Но и вот, возможно, вот такие вот случаи, когда можно попасться, при этом абсолютно будучи невиноватым. Ну, знаешь, в наших современных носителях есть много хорошего и замечательного. Например, можно, ну как, и обучаться, проходить всякие тесты полезные, например, изучать английский язык или слушать аудиокниги. Вот, допустим, едешь ты в метро или вот в данном случае у нас в троллейбусе и слушаешь час, например. И за час можно послушать примерно половину достойного произведения. А действительно, особенно это распространено в больших городах, где во время поездки в метро все люди абсолютно пользуются либо бумажными носителями, либо электронными. Но о том, какие же предпочтения у вас, симферопольцы, и вообще, что говорят на это врачи, узнавал наш корреспондент Стефан Филатов. Дома или на работе, на прогулке и даже в общественном транспорте. Россия занимает второе место в списке самых читающих стран мира. А современные технологии позволяют заниматься любимым делом везде. Все больше людей выбирают электронные книги. Кроме того, литература для цифровых носителей дешевле бумажной. Многие книги и вовсе можно найти в сети бесплатно. Вместе с удобством в использовании — это главные преимущества электронных книг. С самого появления электронных книг многие пророчили, что вскоре бумажные экземпляры перестанут пользоваться спросом, а потому их перестанут выпускать. Но так ли это на самом деле? Библиотеки, литературные общества и книжные магазины — мека для классического читателя. Знакомство с историями, которые могут изменить жизнь, перевернуть мировоззрение, развить фантазию, происходит именно здесь. С первого прикосновения начинается волшебство. Многие считают, что контакт с электронной книгой, планшетом или телефоном таких ощущений не подарит. Трудно сказать, но я не чувствую естественного какого-то процесса. То есть, если раньше это как-то можно было соотнести с рукописью, наверное, то, что автор писал, а ты как-то чувствуешь в руках его плоды, его трудов. А электронная книга — это просто гаджет. Я где-то даже читала, что по-другому воспринимается информация, когда ощущаешь книгу в руках, не просто электронный источник. От качества восприятия зависит и то, как информация усваивается. Бумажная литература воздействует на читателя на зрительном, умственном, тактильном, то есть физическом уровне. Есть мнение, что перелистывая страницы, вставляя между ними закладки, ощущая вес книги, человек лучше понимает смысл, заложенный в ней. Бумажные, они как-то более духовные. Электронные книги никогда не заменят живые книги книжные, бумажные. А своему сыну вы какую бы книгу посоветовали читать? Бумажную, мы читаем бумажную. По словам врачей, текст бумажного образца меньше нагружает зрение, чем планшет или телефон. Выбирает цифровой носитель, лучше остановиться на электронной книге. Ее экран адаптирован именно для чтения. Важно помнить, что расширить кругозор способна книга любого формата. Какой из них выбрать? Дело индивидуальное, куда важнее. Мастерство автора и посыл произведения. Стефан Филатов, Алексей Семенов, Руслан Князев. Утро нового дня. А я бы выбрал, наверное, все же электронные. Во-первых, оно дешевле не будет, а во-вторых, вспоминая сразу детство, как мама мне читала сказки. Тем более, вот за топливо, например, все же платить придется. Итак, узнаем цены. Газ 27,57 рубля, дизельное топливо 51,32 рубля, 92,46 рубля, 95,50 рубля, 38 копеек и 98,56 рубля, 59 копеек. Итак, самое время перейти и к курсу валюты и узнать, сменили ли свои позиции доллар и евро. Что же касается доллара, он сейчас стоит 64 рубля, 24 копейки и немножко сдал свои позиции, как и евро. А оно сейчас стоит 72 рубля, 65 копеек. Итак, можно сказать, курс мы уже привыкли, что он то прыгает, то скачет. Причем, что удивительно, я уже замечаю эту тенденцию в последнее время, делают эти курсы валют обычно синхронно. То есть, если доллар прыгнул, то и евро. Ну, это так часто совпадает. А вот выбирая свою будущую профессию, мальчики и девочки в России совсем не синхронно сохраняются, все-таки это гендерное неравенство. И, как отмечает заместитель министра просвещения Ирина Потехина, когда говорится о выборе профессии, девочки в основном выбирают социальные специальности и гуманитарные, а юноши технические. Так, вот, например, в последнее время юноши выбирают энергетику 84%, металлургию 78% и авиацию 82%. А девушки в гуманитарной, социальной профессии, в здравоохранении идут 76%, а в социальных науках и экономике по 70%. Ух, вспоминай, когда я поступал в ВУЗ на журфак, и тогда у нас уникальная ситуация была. У нас было 60 человек, и из них только три парня. У меня была такая же ситуация, хотя я поступала в другое время. Для этой специальности это нормально. А вот главная героиня нашего следующего сюжета тоже выбрала себе совсем не женскую профессию, но это абсолютно не делает ее менее профессиональной. Татьяна 35 лет колесит на рогатой машине. Мать троих детей с удовольствием садится за руль крупногабаритного транспорта. Ей предлагали перспективную работу в офисе в сфере торговли, но выбрала руль и большую машину. А ранний подъем – дело привычки. Раньше я работала и в первую, и во вторую смену, а сейчас я работаю уже много лет постоянно в первую. Спать? Ну, для меня хватает четырех часов, а там бывает больше, бывает даже меньше. В дороге, как и в жизни, может случиться всякое. Здесь и соперничество между водителями, и хулиганство пассажиров, и томительное ожидание в пробках. А иногда бывают и курьезные случаи. Однажды путешественники подумали, что их чемодан забрали другие туристы. Они потребовали высадить их на ближайшей остановке. Когда в Ялту я приехала, и все у меня вышли, у меня в салоне оказалась большая сумка. Как они ее не видели? Не увидеть ее вообще нельзя. Я возвращаюсь с Ялты, и что? Я вижу их на автовокзале в Алуште. И я смотрю, они идут. Я им сигналю. Они так нехотя поворачиваются, я им машу. Говорю, идите сюда. Они ко мне подходят. Я говорю, вот я когда просила положить руки на свои вещи, где были ваши руки? Для Татьяны троллейбус – это не только рабочее место, а второй дом, где она проводит большую часть времени. У входа висит стихотворение, которое написал ее супруг. Эти строки любят фотографировать и выкладывать в социальных сетях пассажиры. Выйдет в рейс он утром сонным, целый день круговорот. В полночь развезет влюбленных и часа на три заснет. А потом опять вперед. День за днем, за годом год, потому что город ждет. Когда мы едем в общественном транспорте, то, как правило, не задумываемся о том, женщина или мужчина нас везет. Главное, чтобы троллейбус прибыл вовремя и быстро довез нас до места назначения. Я чувствую себя комфортно, мне приятно, аккуратно ведет, аккуратно обращается женщина. Прекрасно. Не переживаете? Вообще нет. Мне кажется, что женщина, что мужчина одинаковые права, поэтому если хорошо водит, почему бы нет. Неженское-то дело троллейбусы водить скажут многие. Однако Татьяна и ее коллеги по цеху на своем примере доказывают обратное. В троллейбусном парке 80% водителей – представительницы прекрасного пола. Ольга Литвиненко, Андрей Заричный. Утро. Нового дня. Как мы знаем, отопительный сезон закончился 10 апреля, но сейчас здесь похолодание. В детских садах и школах решили возобновить обогрев. Поговорим об этом с Дмитрием Прилипко, заместителем генерального директора Крымтеплокоммунэнерго. Здравствуйте. Приветствуем вас. Доброе утро. Могли бы все же отметить, что побудило возобновить отопление и как быстро отреагировали на просьбы крымчан? Смотрите, ну давайте так. Отопительный сезон у нас действительно был завершен согласно решению администрации. Но учитывая, что есть климатические параметры и нормативы по температурным параметрам внутри помещений, это в первую очередь касается детских, дошкольных и медучреждений. То есть это та самая социальная категория потребителей, которая, скажем так, очень сильно чувствительна к вот этим колебаниям. Поэтому поступили соответствующие обращения от граждан. И учитывая, скажем так, тот прогноз, который есть сейчас, мы оперативно реагируем. То есть ожидается сейчас соответствующее решение по некоторым администрациям. То есть мы ряд учреждений вообще не отключали от теплоснабжения, понимая, скажем так, что мы не можем себе такого позволить. Соответственно, температурные параметры поддерживались. И сейчас, скажем так, это просто официально закрепляется документами. А вот что это за параметры, такие характеристики, которые человек смотрит на термометр и понимает, время наступило. Смотрите, ну если мы говорим именно о температуре наружного воздуха, то это среднесуточная температура, менее 8 градусов, в соответствии с которым мы должны включаться и обеспечивать теплоснабжение граждан. Но это в течение трех дней, не менее трех дней. Если мы говорим о параметрах внутри помещения, то есть для метеучреждения это 22 градуса. Внутри помещения, если говорим о жилых помещениях, то это 18 градусов. Для стандартного помещения, для углового помещения это 20. Но по факту, насколько это непростая процедура взять, затопить, запустить котельные. Но это же не две минуты. Абсолютно верно, скажем так. Система, ну это комплекс целого технологического оборудования, который, соответственно, не может одномоментно включиться в систему. То есть мы получаем необходимое уведомление о том, что необходимо запускаться. И, соответственно, мы уже как специалисты понимаем, какой комплекс и цепочку технологических действий нам нужно выполнить, чтобы обеспечить конечному потребителю эту услугу нормативного качества. А сколько времени занимает этот процесс? И вот, например, сейчас дома действительно очень холодно. И когда дойдет очередь до простых граждан, то есть не до деток, не до садиков, а до простых домов жилых? Ну, насчет простых, насчет жилищного фонда, такую информацию у нас не было о том, что будет возобновляться отопительный зон. То есть в первую очередь идет речь именно о социальных категориях. То есть это детские сады, это медучреждения, это учебные заведения. А это осуществляется обычно по просьбе, то есть обращение, воспитатели говорят, вот деткам холодно. Или есть, допустим, просто вот вы говорите норматив, и вы сами решаете, как им лучше. Нет, смотрите, предприятие самостоятельно не принимает таких решений. То есть на прошлом совещании, которое у нас было в министерстве ЖКХ, с электронной, со всеми администрациями, то есть есть информация, что в каждом муниципалитете есть своя комиссия с участием управления образованием, управления здравоохранением, Роспотребнадзора, который контролирует как раз-таки температурные параметры внутри помещений. Она рекомендует администрациям принять те или иные решения. То есть предприятие, оно является исполнителем. То есть есть законодательство, которое говорит о том, что мы, получив решение местного организма управления, как о начале, так и о завершении отопительного сезона, обязаны его выполнить. Ну, как я понимаю, действительно, в Симферополе одна погода может быть, и температурный режим, а вот в Алуште и Ялте совсем другая. Вот сколько процентов таких вот детских учреждений все же изменили, ну, как бы затопили вновь, а сколько отказалось? Ну, смотрите, вот вы упомянули Ялту. В принципе, по Ялте мы не ограничивали теплоснабжение медучреждений, детских дошкольных учреждений. То же самое касательно Симферополя. То есть мы понимаем, может быть, эту ситуацию, скажем так, и те решения, которые принимались местным органам управления, они как раз-таки идут в две позиции. То есть ограничить теплоснабжение жилищного фонда, но при этом обеспечить в режиме протопки теплоснабжение именно социальной категории потребителей. Но вообще для предприятия эта процедура затратная или это просто только по времени? Нет, ну, естественно, как бы мы тратим ресурс. То есть это ресурс в виде электроэнергии, природного газа, конечно. То есть это все, соответственно, вложится в стоимость услуги. Ну, в плане технологического, то есть понятно, что малая котельная, это меньший режим выхода на параметры технологические. Большая котельная, соответственно, какой-то более длительный интервал. Но технологически, скажем так, это ни с чем не связано, что, скажем так, каких-то сложностей быть не должно. А у нас сейчас, допустим, в Крыму нет автономных учреждений, которые как-то вот изолированы от общего отопления? Нет, есть, конечно. Смотрите, ну, в Крыму порядка 900 котельных, из них только 251, это Крым Теплокоммунэнерго. То есть есть ряд муниципалитетов, допустим, это касается больше сельских территорий, где потребителем является как раз-таки один детский сад или там отдельно стоящая школа. То есть понятно, что у него автономный источник свой, будь то газовый или там работающий на каком-то другом виде топлива. Но я вот, допустим, слышал, что есть наверняка и углем, где у нас, или таких учреждений уже нет? Нет, есть такие учреждения, скажем так, опять же, это в большей степени сельская местность, то есть это Первомайский район, это Красногвардейский район, это отчасти Джанкойский район. То есть да, такие котельные есть, то есть порядка 40% из 900, это как раз-таки котельные, работающие на твердом топливе. Может, у вас есть сведения, когда они все же увидят голубое топливо? Нет, ну, есть программа газификации по республике Крым, то есть она довольно-таки объемная, обширная. Вот в этом году есть какое-то учреждение, или два, три, сколько их будет, которые откажутся от твердого топлива и перейдутся уже на газ? Это уже больше ведения министерства образования, то есть у них есть своя ведомственная программа, которая, скажем так, идет поэтапно по модернизации, обновлению технологического оборудования тех или иных учреждений. Ну, соответственно, есть такая же самая программа и по линии Минздравоохранения. Спасибо большое. Будем надеяться, что погода больше не будет делать так, как сейчас, когда она резко скачет, и действительно сейчас уже похолодало, но скоро, в скором времени мы ожидаем, что в конце недели будет потепление, и надеемся, что отопление нам уже точно не пригодится до конца года. Ну, а сейчас самое время перейти к новостям крымским, которые мы собрали для вас в специальный сюжет. Долгожданный ремонт дороги не решил проблем севастопольцев, а только прибавил новых. Работы на улице Александера завершились несколько дней назад, но первые же дожди показали их качество. Примет ли этот участок заказчик – вопрос, который интересует множество пользователей социальных сетей. А вот кадры из Алушты. Старое дерево упало на проезжую часть. В этот раз обошлось без пострадавших. Благо, ночью движение здесь не такое оживленное, как днем. Камера, внимание, мотор. В самом центре Ялты развернулась съемочная площадка. На кадрах любительского видео подготовка к трюку. Потому, насколько уверенно держится на высоте каскадер, понятно. Головокружительный прыжок предстоит мужчине не впервые. Не заплатила за проезд и родила во время рейса. В одну из керченских маршруток на остановке запрыгнула кошка. Расположившись на заднем сидении, животное принесло потомство. Происходящее заставило изрядно поволноваться и пассажиров, и водителя, который на конечной остановке с помощью коробки обустроил маме и двум малышам временное убежище. Никто не забыт, ничто не забыто. Вся страна готовится к празднованию Дня Великой Победы. В преддверии 9 мая в Феодосийском парке имени Шайдерова появилось вот такое тематическое граффити. Теперь подрастающее поколение точно не забудет. Феодосия – город воинской славы. А вот так развлекается евпаторийская молодежь. Ночью, пока никто не видит, можно поиграть и в бандитов. Понимают ли они, что за свои поступки придется отвечать, трудно сказать. Остается только догадываться, сколько транспортных средств пострадали после таких вечерних прогулок. Ну, конечно же, слава богу, что у нас камеры буквально на каждом шагу, и лиходеев могут задержать. Будем надеяться, что они себя увидели. Привет вам, дорогие. Надеемся, что вы измените свой путь к лучшему и больше не будете допускать таких ошибок. Потому что действительно очень странно, что у подростков сейчас время готовиться к экзаменам, чтобы определиться, кем они станут в будущем, а не для того, чтобы по ночам хулиганить и обычным людям жизнь портить. Будем надеяться, что в будущем они еще таким образом не определились и не заявили, что образование нам в дальнейшем не нужно. Будем буянить. Ну, а у меня новости хорошие о Керче, потому что там новый автопаром Керченский 2 с сообщением Керчь-Кавказ вышел вчера в первый рейс. С 16 апреля будет курсировать для обеспечения регулярного паромного сообщения между этими портами и для перевозки пассажиров и транспортных средств. То есть не только при помощи Крымского моста можно будет перемещаться, но также сохранится старый способ, которым раньше все пользовались. Если теперь есть дополнительные возможности, это всегда хорошо. Наш, мне кажется, будет выбирать этот путь именно люди, которые просто романтики и им нравится больше, знаешь, на корабле путешествовать, просто прокатиться. Я помню даже, когда мы в Керчь, не в Керчь, в Севастополе ездили, там тоже можно прокатиться на пароме. И мы ездили не для того, чтобы просто переехать на другой берег, а просто ради увлечения интереса и хороших фотографий. Ну, в Севастополе вообще очень сложная ситуация, потому что для вас это романтическое приключение, а люди некоторые ежедневно, им приходится обращаться к этому виду транспорта, хотят они этого или нет, а погода бывает разная. И просто представляешь, как холодно зимой в Севастополе бывает, ветрено еще, и приходится на работу добираться через такие препятствия необычные. Я с тобой абсолютно согласен. Я думаю, в следующий раз, даже когда я все равно приеду туда, еще раз один-другой съезжу, потому что, ну, мне кажется, это маленькое небольшое увлечение. Знаешь, даже когда вот в детстве для меня было приключение съездить на поезде, потому что редко такое было, вот сейчас будет возможность и дальше ездить через пробную переправу на пароме. А вот наш корреспондент все равно предпочитает находиться в городе, городе Симферополь, и поэтому я очень хочу связаться с нашим корреспондентом Салией Салямовой, потому что она уже спешит рассказать о том же, какая погода на улице и как там обстановка. Салечка, как дела у тебя? Здравствуй. Доброе утро, друзья. Я сейчас нахожусь на площади советской Симферополя, и поэтому хотела вам рассказать немного о синоптической ситуации, которая ожидается сегодня. Итак, сегодня в Симферополе, а также на южном берегу Крыма, будет переменная облачность, ожидаются осадки, ну, а также дует северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, температура воздуха на Симферополе сегодня составит 11-13 градусов тепла, а в Ялте будет на 1 градус теплее. Ну, а также мне хотелось бы рассказать о синоптической картине, которая будет сегодня в двух городах-героях, это в Керчи и Севастополе, там также облачно с переменами. В Севастополе осадков не ожидается, а вот в Керчи дожди пойдут только к вечеру, и там ожидается от 12 до 14 градусов со знаком плюс. В целом, хотела бы сказать, что несмотря на то, что сегодня я нахожусь на улице и уже ощутила на себе все прелести весны, несмотря на то, что синоптики отметили, что утром в Симферополе до 7 градусов тепла, это действительно так, так оно и ощущается, тем не менее, надеюсь, что днем будет немножко теплее, ну, по крайней мере, цифры об этом говорят. Также мне хотелось вам напомнить, что до лета у нас остается всего 44 дня, то есть чуть больше месяца, и я думаю, что эти цифры тоже не могут не радовать. Ну, а в целом до конца года остается всего 107 дней. И также мне хотелось сказать о том, что существует такая примета, которая гласит, если ветер дует с востока, то сегодня будет дождь. Ветер у нас практически с востока, но он северо-восточный, поэтому, в принципе, осадки ожидаются, и синоптики о них предупреждают. Предупреждаю и я, и поэтому напоминаю, что лучше сегодня взять зонтики, это касается тех, кто только собирается на работу или собирается на учебу, обязательно возьмите с собой этот атрибут, потому что, как я вижу, пока что на небе сплошные тучи, ну, не то чтобы тучи, облачно, и все-таки говорит о том, что будет сегодня прохладно. Я лично на солнце не надеюсь, его увидеть, потому что, мне кажется, что вот погода сегодня не слишком обнадеживающая в этом плане. Ну, а также хотела отметить ваше внимание, что вот там, где я нахожусь, на площади Советской, уже деревья, они расцвели, и даже уже отцвели. Это как раз-таки и говорит о предвижении лета, поэтому, несмотря на то, что сегодня будет не так тепло и не так жарко, как обычно привычно это происходит, в апреле предыдущих годах. Тем не менее, до лета остается не так много, и давайте вместе будем радоваться этому факту. Студия, вам слово. Спасибо большое, Стали. Я хотел бы напомнить, что сейчас в центре внимания не только нашим центром города находится, но и главы республики, а уже и правоохранители. Он сделал следующее заявление. Все будет в рамках уголовного преследования. Раз администрация приняла эту работу, то должности и лица, которые это сделали, должны будут ответить за свои решения. Поэтому ожидаем дальнейших разборок, разбирательств точнее, и узнаем, кто же все же согласовал и принял эти работы, которые сейчас, мы можем наблюдать, в центре города уже провалились, и подмыл песок, и провалилось немножко основание. Ну да, как вы успели наверняка заметить, что действительно плитка образовала собой волны, которые их не должно быть, особенно она просела рядом с ливневками. И то, что это какие-то технические моменты, это звучит не слишком убедительно, потому что опытные строители должны были знать о том, что такое может произойти, и этого происходить не должно. А еще не должно было происходить всего того, что происходило 75 лет назад, потому что с начала апреля, с 8 апреля началось освобождение Крыма, а до этого ему предшествовали самые тяжелые времена для Советского Союза и для многих граждан. И в честь этого артисты театра имени Горького решили вспомнить фрагмент из Василия Теркина. Давайте его посмотрим. Бой в разгаре. «Дымкой синий серый снег заволокло, и в цепи идет Василий, под огнем идет в село. И бойцам, что помоложе, что впервые так идут, в этот час всего дороже знать одно, что Теркин тут. Где-то там, за полем бранным, думу думает свою, тот, по чьим часам карманным все часы идут в бою. Где-то там, в песчаной круче, в блиндаже сухом, сыпучем, глядя в карту, генерал те часы свои достал, хлопнул крышкой, точно дверкой, поднял шапку, вытер пот и дождался. Слышит, Теркин, взвод за Родину, вперед! И хотя слова он эти кличу смерти на краю сотни раз читал в газете и не раз слыхал в бою, в душу вновь они вступали с одинаковою той властью правды и печали, сладкой горечи святой, с той усилой неизменной, что людей в огонь ведет, что за все ответ священный на себя уже берет. Взвод за Родину, вперед! Лейтенант щеголеватый, конник спешенный в боях, по-мальчишески усатый, весельчак, плясун, казак, первый встал, стреляя с ходу, побежал вперед со взводом, обходя село садов, и пролег уже далеко, след его в снегу глубоком, дальше всех в цепи следов, вот уже у крайней хаты поднял он ладоньку сам, «Молодцы! Вперед, ребята!» Крикнул так молодцевато, точно был Чапаев сам, только вдруг вперед подался, оступился на бегу, четкий след его прервался на снегу, и нырнул он в снег, как в воду, как мальчонка с лодки в вир, и пошло в цепи по взводу, ранен, ранен командир, подбежали, и тогда-то с тем и будет не забыт, он привстал, «Вперед, ребята! Я не ранен, я убит!» Край села, сады, задворки, в двух шагах, в руках, вот-вот, и увидел, понял Теркин, что вести его черед. Взвод за Родину вперед! И доверчиво по знаку за товарищем спеша с места бросились в атаку сорок душ. Одна душа. Доложили, как обычно, мол, такое-то взял село, но не смог явиться лично, так как ранен тяжело. И тогда из всех фамилий, всех сегодняшних имен Теркин вырвалось, Василий, это был, конечно, он. теперь давайте перенесемся на минутку в Севастополь, как раз-таки в Херсонес Таврический, где мы можем увидеть легендарный колокол, а вчера была уникальная возможность его еще и услышать. До этого он сигналил только год назад, это уникальная возможность, потому что его заблокировали для того, чтобы он не разрушался, но в связи с тем, что с этими трагическими событиями в Париже его разблокировали, и он звонил в память о соборе, в котором он провисел некоторое время, и это исключительный случай, больше этот колокол, я надеюсь, в ближайшее время по таким грустным поводам звонить не должен. Я с тобой абсолютно согласен, а пока в Париже выясняют виноватых в этом деле, этим занимается 50 лучших правоохранителей Франции, я сейчас предлагаю заглянуть в Бахчи-сарай, вот у нас одна дорога, которая ведет как раз-таки в город, наверное, одно из самых красивых мест, я представляю, как тут потрясающе и классно ездить на велосипеде, допустим, ближе к лету, самую зарядку сделать, пойти даже в горы отдохнуть. Действительно потрясающе, но есть одна небольшая проблема у Крыма из-за, может быть, наплыва туристов, а может быть, из-за какой-то несознательности граждан, да и вообще эта проблема это пластиковые пакеты и прочие изделия из пластика, о которых серьезно задумался наш корреспондент Артем Андроновский, подробнее расскажет в своем сюжете. Срок жизни поэлитилена такой толщины от 100 до 500 лет, и это много, учитывая, что первые пластиковые пакеты были разработаны в США в 1957 году, а это значит, что в наши дни ни один из когда-либо выпущенных целлофановых мешков не разложился до конца, и это мусорная проблема. За последние 10 лет в мире было произведено больше полиэтиленов, чем за все предыдущее столетие, и лишь около 5% полученного пластикового мусора использовалось повторно. Ежедневно выбрасывается около 50 тысяч тонн неразлагаемых отходов. На данный момент в мире уже более чем по тонне пластмассы на каждого жителя. 28 марта этого года Еврокомиссия вела запрет на использование и изготовление некоторых групп одноразовой пластиковой посуды. Причина решения ясна. Борьба за сохранение окружающей среды, ведь полимеры образуют 80% массы всего мусора в мировом океане. 6,3 миллиарда тонн пластика уже не используется по назначению. Это отходы. Цифра невероятная. Из них 79% отправились на свалку, 12 сожжены и лишь 9% переработаны. Увы, но переработкой пластика занимаются далеко не всегда и не везде. Именно с этим и связанная острая необходимость уменьшить количество полимеров. Их свозят на свалки, где они лежат сотни лет. Это в лучшем случае, а в худшем их сжигают. Но сначала пластиковый мусор нужно еще и собрать. С этим тоже не все так просто. Нередко он попадает в один контейнер с остальными отходами, а ведь полиэтилен, стекло и металл нужно собирать раздельно. Сейчас в Крыму у нас раздельный сбор отходов на зачаточном уровне находится. В Пиферополе планируется к запуску сортировочная линия, где будет производиться сортировка со смешанного потока. Но такие решения не всегда эффективны. Мусор, попадая в один бак, а потом в один мусоровоз, перемешиваясь как следует, становится загрязненным, трудно разделимым, с ним сложно работать и на выходе можно получить только 20% фракции. Раздельный сбор мусора просто необходим, чтобы остановить рост свалок и уменьшить количество производимого пластика. Вот тот пластик, который попадает в эти контейнеры, желтые в виде колокольчиков, те, соответственно, отправляются на переработку и используются вторично. К сожалению, тот пластик, который мы выкидываем в общий бак, и пластик, и бумага, и стекло, 99% это сырья попадает на свалку. К сожалению, нередко в свалку превращаются места совсем для этого не предназначенные. Дикая природа страдает от агрессивного вмешательства человека. Но этот процесс обратим, и каждый из нас может поучаствовать в спасении красоты родных мест. Ближайшее мероприятие на водохранилище будет проходить все Крымские субботнии. Все люди, которые туда придут, будут разделены по группам, к ним будут представлены волонтеры, и с этими волонтерами ребята будут ходить на территории водохранилища и убирать самые большие скопления мусора для того, чтобы сделать наш город немного чище. Таких массовых мероприятий ждать не обязательно. Всегда можно проявить инициативу самостоятельно, тем более, что на полуострове много мест, нуждающихся в уборке и уходе. Мы тоже часто ездим и убираемся. Мы убирались на пневматике, там очень грязно в лесу, к сожалению, у нас. Завтра едем в Перевальное, тоже очищать лес перед майскими праздниками, чтобы все смогли красиво отдохнуть. Но, увы, пока не налажена грамотная система сбора мусора и расположения баков, уборка лишь на время меняет картину к лучшему. Люди продолжают выбрасывать отходы в непредназначенных для этого местах. Пока общество окончательно не придет к осознанию важности заботы об окружающей среде, эффективность таких мероприятий останется низкой. К сожалению, мне кажется, это вообще неэффективно, потому что во многих местах просто неустановленные мусорные контейнеры, они выкидывают все сразу же на месте, где отдохнули. Казалось бы, обычный стаканчик для любимого всеми кофе с собой. Удобный? Да. Но также и опасный для окружающей среды. В среднем в таком содержится до 5% пластика, а это значит, что этот картон не подлежит повторной переработке. Но не стоит переживать, отказываться от ароматного напитка не придется, потому что есть альтернативы. Я не покупаю пластиковые бутылки с водой, ношу либо термос, либо какую-нибудь там чашку. Если я покупаю кофе где-то, то у меня есть кружка. В мире глобального потребления с любой стороны нас окружают магазины и торговые центры, переполненные продуктами. Многообразие товара привлекает яркими упаковками и громкими салоганами. Но проблема у всех одна. Еда и напитки, лекарства и даже бытовые предметы первой необходимости. Все это сейчас продается исключительно в пластике. Трудно представить, но еще 20 лет назад индустрия легко обходилась без полимеров. Кстати, сейчас эта тенденция возвращается. Повторно перерабатываемая упаковка. В магазине вы всегда найдете товар в бумажных мешках или картонных упаковках. Но не все, что на первый взгляд легко разлагается, является таковым на самом деле. Стоит более внимательно читать состав и экологическую справку на упаковке. С обычной макулатурой тоже дела обстоят немного сложнее, чем кажется. Упаковочный картон, бумага от канцелярской деятельности. Это все не является коммунальными отходами и сейчас по закону даже нельзя их выбрасывать в общий бак. То есть их необходимо сдавать на переработку. И все же пока еще не везде продаются продукты в экологически безопасной упаковке. У этого вопроса есть свое решение. Берите с собой собственную тару. На рынке есть множество различных вариантов от шоперов до авосек. Можно выбрать по размеру и по цвету. Все на ваш вкус. Природа это не храм, а мастерская. А человек в ней работник. Именно поэтому принцип после нас хоть потоп критически неверен. Мы должны заботиться об экологии родного края прямо сейчас. Не ради светлого будущего, а ради здорового настоящего. Я выкину не только свой, но и чужой мусор. Замечательный сюжет. Мы недавно участвовали вместе с инспекцией ЖКХ в одном из рейдов и заметили, что также люди любят хранить много-много мусора на чердаках, в подвалах и в технических помещениях. Причем они их закрывают и ключи раз на веки забывают. разумеется, потом за то, что управляющая компания не выбрасывает и не выносит этот мусор и не запрещает его выкидывать, она может получить штраф до 300 тысяч рублей. Поэтому настоятельно просим людей не подставлять управляющие компании, а управляющие компании в полной мере выполнять свои обязанности. Есть и хорошие новости, потому что ученые даже изобрели в последнее время пластик, но который разлагается. Дело в том, что растворяется в воде, и как демонстрировали на себе эти опыты ученые, которые говорят о безопасности такого уничтожения пластика, он даже выпил эту воду, ну и судя по всему, пока что с ним ничего страшного не произошло. Ну я слышал только про тарелки, которые можно кушать, и сам такой пробовал, когда они из таких хлебцов, это, по-моему, тоже очень классная идея, поэтому я думаю, что подобные идеи будут набирать обороты, развиваться, причем чем будет проблема более обострена, тем более это будет развиваться. Но есть и хорошие новости, потому что на самом деле все-таки пользователи сети очень часто дала нам наиболее часто встречающиеся варианты запроса. Больше всего пользователей интересуют, куда же сдавать старые вещи. Этот вопрос набрал 100 баллов, дальше на втором месте идут книги, потом идет старый телевизор, 41 балл, одежда, сломанный телефон, батарейки, потом идут макулатура, 27 баллов, ртутный градусник, 26 баллов, старая бытовая техника, 25 баллов, ну и на последнем месте мелочь. Действительно очень важные вопросы, особенно что касается ртутного градусника и батарейки, потому что действительно их нужно сдавать в специализированные места, и надеемся, что пользователи нашли ответ на свои вопросы. Знаешь, что меня удивило, что книги на втором месте, то есть люди задаются вопросом, я не знаю, куда ее деть, а это значит, что нету человека, которому можно бы дать, который готов был бы взять себе литературу, и значит, ей мало кто интересуется, это тоже проблема нашего времени. Насколько я понимаю, книги многие, особенно если они представляют какую-то цену, с удовольствием возьмут в библиотеке, ну а если они не представляют никакой литературной и художественной ценности, то всегда есть макулатура. Ну а теперь самое время узнать, какие же самые интересные новости септибом подобрали именно для вас. В английском городе Сурей девочка воспитывается вместе с необычными друзьями. Одного желтого питона зовут Шер, другого Сони. Ребенок живет с рептилиями с рождением. Родители не видят в этом никакой опасности. Мол, если хладнокровных кормить вовремя, то человеку они не угрожают. А это медвежонок Мансур, который живет на аэродроме Орешково Калужской области. В маленьком возрасте он лишился матери, но барканьеры сжарились над малышом и подкинули его на край взлетно-посадочной полосы. Двухмесячного Мишку прийтили летчики. К сожалению, в природу его теперь выпустить нельзя. Мощная лавина зашла в Хабаровском крае. Редкое зрелище наблюдали туристы. Люди находились примерно в 100 метрах от бушующей стихии на склоне горы, так что смогли снять это явление детально. Никто из присутствующих не пострадал. В Китае ученые клонировали лучшего четвероногого детектива. Пес по прозвищу Шерлок Холмс за годы службы раскрыл 12 убийств и 20 тяжелых преступлений. Ведущие ищеки страны скоро на пенсию. Вот полицейские и задумались о достойной смене кадров. Клонированный щенок Кунь Цунь уже приступил к тренировкам. В Новокузнецке любители зимнего плавания устроили заплыв с помощью льдин. Видео было сделано несколько дней назад. Один из моржей даже спел песенку мамонтенка из знаменитого советского мультфильма. Автор ролика подчеркнул, что у большинства участников купания многолетний опыт моржевания и повторять подобное без соответствующей подготовки не стоит. В Китае туристам предлагают пройтись по самой опасной тропе. Она сделана из узких досок, висящих над пропастью, без перил и ограждений. Чтобы доказать свое бесстрашие, на этот аттракцион приезжают мальчаки со всего мира. Самая высокая точка горы 2130 метров. Еще раз здравствуйте, если только к нам присоединились, в эфире программа «Утро нового дня» и с вами ее ведущий Алис Троян и Дмитрий Попов. А я напомню, что сегодня 17 апреля, среда и самое время пробуждаться, открывать глаза, если кто еще этого не сделал, потому что мы уже трудимся целый час. А если вы к нам только присоединились, нас можно увидеть на Первом Крымском и на телеканале Крым24. Сейчас самое время отдать дань нашим корреспондентам и посетить наш гостевой участок студии, ой, новостной участок студии, потому что у нас есть действительно очень серьезные и важные новости, которые мы должны с вами поделиться. На полуострове почти 900 памятников, мемориалов и обелисков героям и жертвам Великой Отечественной войны. Большая часть из них не имеет паспорта, но все требуют постоянного ухода. Мемориальный комплекс в честь героев Эльтигенского десанта вновь приходит негодность. Об этом сообщают жители поселка Героевская под Керчью. Напомним, в конце февраля наш телеканал уже показывал сюжет на эту тему. Съемочные группы снова выехали на место, чтобы проверить, есть ли какая-то реакция. Подробнее в следующем материале. Попадает вода, замерзает зимой и разрывает. Вот видите, результат как бы на лицо. И это повсеместно вот такое вот все. Больше полувека в поселке Маяк под Керчью стоит памятник советским воинам, погибшим в боях за родину в годы Второй мировой войны. Рядом со Стеллой братская могила. Станислав Матвеев не первый год ухаживает за этим историческим комплексом. Ежегодно по мере силы возможностей производится покраска, побелка, обкапываются деревья, кранирование производится и все. Это в самом лучшем случае. Пришло время сделать глобальную ревизию и действительно произвести работы по капитальному ремонту объектов историко-культурного наследия. Разрушается и визитная карточка Керчи. Обелиск славы на горе Митридат. Монументу 75 лет. Он просел и покрылся трещинами. По контракту ведется изыскательная работа, идет инструментальное обследование данного памятника. Буквально сегодня там будет опять производить шурфение и по предварительным пока заключениям памятник будет признан неаварийным и он будет подлежать реконструкции. Недавно обновили символ поселка Героевская парус, который стал осыпаться спустя два года после капитального ремонта. Приводить в порядок памятники и мемориальные комплексы Керченской администрации помогают волонтеры и активисты. В Керчи больше сотни памятников, посвященных Великой Отечественной войне и десятки братских могил. Сразу несколько монументов сегодня находятся в аварийном состоянии и их местные власти уже готовят к реставрации. Так обстоят дела с памятниками в городе Героя. О мемориалах столицы республики расскажет моя коллега Мария Красновицкая. Наверное, не существует кладбищ, где бы не были упокоены тела героев или жертв Великой Отечественной войны. К примеру, этот памятник в Симферополе построен в 70-е годы на братской могиле мирных жителей, пострадавших от фашистского террора. И очевидно, что в преддверии 9 мая его пока не благоустраивали. Если подойти ближе, видны трещины, осыпавшаяся плитка и стертая побелка. Но мусора наобдали нет. Чего не скажешь о братской могиле советских воинов на улице Титова. По всей видимости, после памятных мероприятий в честь освобождения Симферополя сюда никто не заходил. Леонид Колганов часто бывает у мемориала. С нашим мнением не согласен. Это не разбросано, это просто раздуло ветром. Я думаю, что к субботе это все приведут в порядок. Рабочие, ну как сказать, белили, убирали, подмазывали. Все сделано очень красиво и культурно. С конца марта начиная. И вот они даже больше, да, они приезжали и все это делали. Цветы и свежая краска на могилах героя Великой Отечественной войны на Петровском кладбище и Втором гражданском. Достойно выглядит и мемориал на месте массовых расстрелов советских граждан на улице Героев Сталинграда. Крымские общественники отмечают, внимание к наследию в последние годы усилилось. Но есть проблема отсутствия кадастровых паспортов. Над этим работают. Это не сиюминутная акция, а эта работа будет активирована по паспортизации этих захоронений, что даст возможность естественно и финансировать их, приведение в порядок и благоустройство там, где нужно реконструкцию. И учитывая, что 2020 год у нас будет годом 75-й годовщины Великой Победы, мы эти проблемы закроем раз и навсегда. По официальным данным в республике почти 900 объектов, которые напоминают о большой трагедии и великом подвиге советского народа. Мария Красновицкая, Светлана Ермильченко, Олег Черемисов, Алексей Староженко, Новости 24. В курортном поселке Семис можжевельники покрываются грибком. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители и назвали паразита ржавчиной. Она облепила стволы и ветви. Люди беспокоятся за жизнь краснокнижных деревьев. Ситуацией разбиралась Лилия Веджат. Жители Семиза несколько дней назад заметили рыжие наросты на можжевельниках. Они бьют тревогу. Грибок распространился в парках и рощах курортного поселка. Нет возможности своевременно обследовать парковые территории на предмет заселения грибными заболеваниями, а также вредителями. Можжевельник заражается от плодоносных деревьев, хотя поблизости мы их не нашли. Специалисты считают, что ржавчина сезонное явление. Гриб не наносит какого-то вреда, который бы мог негативно повлиять на состояние уничтожения. Он проявляется в влажные, прохладные периоды, наступление холодного или теплого периода, более засушливого. Он как бы исчезает и сказать, что он на всех деревьях, мы сами такого не увидели. Первый шаг в профилактике здоровья реликтовых растений – регулярный мониторинг, затем лабораторные анализы. По их результатам можно использовать пестициды, только разрешенные в Российской Федерации. Мы проведем исследование, мы установим конкретный вид и согласно этому можно будет разрабатывать какие-то дальнейшие меры борьбы. Если поражение очень сильное по факту, то скорее всего, что это будут химические меры борьбы, рекомендации. В городах Крыма зеленые насаждения страдают не только от болезней, но и от несанкционированной вырубки. Чтобы сохранить краснокнижные растения, здесь, в Леменской долине, местные жители присваивают деревьям номера 239, 240 и так далее. Один гектар такой рощи способен выделить в сутки до 30 килограмм фитонцидов. Такое количество полезных веществ может очистить воздух крупного мегаполиса. Леменская долина – одна из масштабных территорий в Семиизе, где массово в естественных условиях, растет и возобновляется можжевельник. Это ценное растение может оказаться и на прилавках торговцев в прибрежных городах. А что туда идет? Какой компонент можжевельника? Стружка идет можжевелая. А вы знаете, что запрещается торговать? Торговать? Нет, запрещается вырубку делать можжевельника. А торговать именно изделиями из можжевельника? Мы не торгуем изделиями, мы торгуем стружка. Тут стружка. Эту уникальную плантацию можжевельника в 7 гектаров выделили под строительство. Земля расположена в особо охраняемой зоне Семииза. Сотня многолетних краснокнижных растений тогда не стала преградой. Там должен строиться водно-спортивный комплекс. Но это еще длится с Украины. Администрация города Ялты принимает все меры, чтобы расторгнуть этот договор. Сейчас активисты предлагают включить Леменскую рощу в список особо охраняемых природных территорий. Уже сделано научное описание, в ближайшее время вопрос вынесут на общественные слушания. Мы просим услышать местную общественность в плане сохранения можжевельников. Потому что если это не сделай сейчас, потом будет поздно. Лилия Веджат, Рустам Файзулин, Роман Ананев, новости 24 семьи из Большая Ялта. Действительно, такие торговцы гораздо хуже даже, чем этот грибок, который называют ржавчиной, потому что повсеместно можно все еще найти изделия. Ну и, конечно, гораздо приятнее гулять по аллее из можжевельника, чем просто поставить на нее горячее блюдо, чтобы пахло в вашем доме. Нужно заботиться и о себе, и окружающих, и о тем, кому достанется в наследство эта можжевеловая роща. А нам остается только надеяться, что любителей кино будет так же много, как и здоровых деревьев, или наоборот, будет деревьев тоже только здоровых, сколько и любителей походить в кино. И хотели бы отметить, что сейчас твердое лидерство занимает кинолента «Шазам». Ее посетили буквально за пару дней, то есть за эти выходные, много-много человек и кассовые сборы составили 25 миллионов долларов. Представляете, это только за два дня. Напомню, что история повествует о том, как один молодой человек приобретает суперсилу, у него появляется друг, который сильнее его и мощнее, у которого появляются суперспособности, и он обучает их этих способностям. Действительно, история трогательная и интересна тем, что она рассказывает о жизни подростка, который, ну, как и многие дети в свое время, у которых нету старших братьев, и которые не могут за себя сступиться, приходит вот действительно сильный человек на помощь в трудную минуту. Я думаю, такие чувства испытывал каждый из нас в трудные моменты. Ну, по крайней мере, я надеялся на то, что сильный и смелый человек ему поможет. Но о том, какие же еще интересные мероприятия проходят в Симферопольской столице, в столице крымской столицы, мы расскажем прямо сейчас. На малой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького кукольный спектакль. Романтическая история о любимой дочери короля Ярмилке, которая больше всего на свете любила танцевать. По сюжету к принцессе посватался злой колдун и после отказа заколдовал ее. Начало в 10.00 и 11.30. На новой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького Номер с фруктами Виртуозная комедия с долей сатиры Не оставит равнодушными даже самых придирчивых критиков. Спектакль поставлен по пьесе московского автора Александра Коровкина Начало в 19.00 На киноэкранах в этот день и ремейк популярного мультфильма от студии Дисней Дамбо Из-за больших ушей слоненых становится объектом насмешек и изгоем до тех пор, пока владелец цирка не узнает о его необычных способностях Умение летать Момент и Дамбо-звезда Любимец публики Все меняется, когда на поверхность всплывают темные секреты сказочной страны Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно Также в этот день комедия Трезвый водитель Наивный провинциал Артем приезжает к другу в Москву в надежде на красивую жизнь Но сначала ему приходится поработать трезвым водителем В первый же вечер наш герой оказывается в дорогом гостиничном номере с красоткой Кристиной которую вез домой из клуба По ошибке девушка принимает его за миллионера Артем не спешит ее разочаровывать Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно Маленьким зрителям покажут анимационный фильм Волшебный парк Джун Удивительный мир придуманный маленькой фантазеркой переносится в реальность Все аттракционы здесь волшебные а животные умеют говорить Однако его существование под угрозой и только Джун под силу спасти это место Сеансы пройдут в утреннее время Предпасхальная ярмарка состоится в Симферополе 20 апреля Это уже стало традиционной ярмаркой для всех симферопольцев потому что предыдущий раз она состоялась 30 марта и там симферопольцы могли найти отечественные крымские продукты по доступным и приятным ценам и поэтому я думаю что для того чтобы подготовиться хорошо к празднику можно будет там приобрести много всего интересного наш корреспондент даже там бывало и показывало что там есть какие-то очень типично крымские продукты это мед и очень здорово что есть возможность приобретать его именно там У меня есть знакомый который тоже с нетерпением ждет этой ярмарки и он выращивает уточек и вот говорит наступит пора я прихожу продаю там берет 3-4 утки и говорит разбирают очень быстро тем более цены доступны дешевле на процентов 10-20 а я еще вспоминаю раньше когда были подобные мероприятия можно было там найти и зверьков всяких помню стояли как-то коробочки с кошечками коробочки с собачками люди подходили как бы за компанию и пытались быстрее отпустить потому что действительно многое животное которое нуждается в заботе и человеческой ласке а у нас тоже есть такое животное и зовут его Сью так что давайте посмотрим кто это волшебная Сью очаровательная и умеющая любить Сью будет вам и охранницей и самым добрым другом обратите внимание на девочку она прекрасно разбирается в людях и понимает где нужно подать голос а где помахать хвостом звоните привезем плюс 7978 800 63 11 наступило время как раз таки поговорить о рубрике голодных бензобаков и узнаем сколько сейчас у нас топлива стоит газ 27 рублей 57 копеек дизельное топливо 51 рубль 32 копейки самый дешевый 92 46 рублей 99 копеек 95 50 рублей 38 копеек и 98 56 рублей 59 копеек а теперь узнаем о курсе валют и я уже помню что доллар и евро у нас немножко сдали свои позиции и так сейчас доллар у нас стоит 64 рубля 24 копейки а евро 72 рубля 65 копеек пригодятся деньги на выходные вне зависимости от этого падает или повышается особенно учитывая что рубль то у нас стабильен дело в том что в Севастополе будет открытие сезона будет проводиться мероприятие состоится большой праздник в рамках которого будет туристическая выставка фестиваль и концерт поэтому если вдруг вы не захотите отправляться на Симферопольскую ярмарку которую как мы вам говорили будет в эти же числа и будет проходить на улицах Никанорова и на Белла Куна то можно отправиться в Севастополь и там просто отпраздновать посмотреть и подышать свежим воздухом а еще в Севастополе построят несколько колодромов и детских площадок и не только детских даже будут уникальные площадки где люди смогут заниматься ну у которых немножко есть проблемы и особенные потребности так скажем там будут специальные тренажеры на которые можно будет прийти и уделиться своей физической подготовке время свободное в общем когда вы будете отдыхать но мы хотим вам напомнить о том что в Крыму очень много свидетелей о всем что происходит мы внимательно смотрим в социальных сетях и находим какие-то интересные полезные а иногда и огорчающие видео которые демонстрируем в рубрике Крым онлайн долгожданный ремонт дороги не решил проблем севастопольцев а только прибавил новых работы на улице Александера завершились несколько дней назад но первые же дожди показали их качество примет ли этот участок заказчик вопрос который интересует множество пользователей социальных сетей а вот кадры из-за лужды старое дерево упало на проезжую часть в этот раз обошлось без пострадавших благо ночью движение здесь не такое оживленное как днем камера внимание мотор в самом центре Ялты развернулась съемочная площадка на кадрах любительского видео подготовка к трюку потому насколько уверенно держится на высоте каскадер понятно головокружительный прыжок предстоит мужчине не впервые не заплатила за проезд и родила во время рейса в одну из керченских маршруток на остановке запрыгнула кошка расположившись на заднем сидении животное принесло потомство происходящее заставило изрядно поволноваться и пассажиров и водителя который на конечной остановке с помощью коробки обустроил маме и двум малышам временное убежище никто не забыт ничто не забыто вся страна готовится к празднованию дня великой победы в преддверии 9 мая в феодосийском парке имени Шайдерова появилось вот такое тематическое граффити теперь подрастающее поколение точно не забудет Феодосия город воинской славы а вот так развлекается евпаторийская молодежь ночью пока никто не видит можно поиграть и в бандитов понимают ли они что за свои поступки придется отвечать трудно сказать остается только догадываться сколько транспортных средств пострадали после таких вечерних прогулок действительно интернет полон удивительных историй и видеокадров хотел бы напомнить что в госдума окончательно одобрила законопроект о изоляции рунета на эти цели будет выделено 30 миллиардов рублей видимо для того чтобы контролировать все социальные сети и что в них заливает какую информацию чтобы там ну разумеется не было ничего что могло бы нанести вред нынешнему поколению точно не может нанести вред нынешнему поколению книги и неважно электронные или бумажные носители определять только вам наш корреспондент поинтересовался этим вопросом и хочет вам рассказать все что решил по этому поводу дома или на работе на прогулке и даже в общественном транспорте Россия занимает второе место в списке самых читающих стран мира а современные технологии позволяют заниматься любимым делом везде все больше людей выбирают электронные книги первое это экономия древесины помогаем экологии правильно же а во вторых это пылесборник вот я тоже у меня целая коллекция книг библиотека я их потихонечку от них избавляюсь потому что они во-первых занимают место пыль а их никто не читает удобно на телефон скачал посчитал я всегда свободно в маршрутке еду читаю все отлично все хорошо кроме того литература для цифровых носителей дешевле бумажной многие книги и вовсе можно найти в сети бесплатно вместе с удобством в использовании это главные преимущества электронных книг с самого появления электронных книг многие пророчили что вскоре бумажные экземпляры перестанут пользоваться спросом а потому их перестанут выпускать но так ли это на самом деле библиотеки литературные общества и книжные магазины мека для классического читателя знакомство с историями которые могут изменить жизнь перевернуть мировоззрение развить фантазию происходит именно здесь с первого прикосновения начинается волшебство многие считают что контакт с электронной книгой планшетом или телефоном таких ощущений не подарит трудно сказать но я не чувствую естественного какого-то процесса то есть если раньше это как-то можно было соотнести с рук описи наверное то что автор писал а ты как-то чувствуешь в руках его плоды его трудов а электронная книга ну это просто гаджет я где-то даже читала что по-другому воспринимается информация когда ощущаешь книгу в руках не просто электронный источник от качества восприятия зависит и то как информация усваивается бумажная литература воздействует на читателя на зрительном умственном тактильном то есть физическом уровне есть мнение что перелистывая страницы вставляя между ними закладки ощущая вес книги человек лучше понимает смысл заложенный в ней бумажные они как-то более духовные электронные книги никогда не заменят живые книги книжные бумажные а своему сыну вы какую книгу посоветовали читать? бумажную мы читаем бумажную по словам врачей текст бумажного образца меньше нагружает зрение чем планшет или телефон выбирает цифровой носитель лучше остановиться на электронной книге ее экран адаптирован именно для чтения важно помнить что расширить кругозор способна книга любого формата какой из них выбрать дело индивидуальное куда важнее мастерство автора и посыл произведения Стефан Филатов Алексей Семенов Руслан Князев Утро нового дня Новый терминал аэропорта Симферополь за год своего открытия обслужил более 5 миллионов пассажиров отправил и принял 18 805 рейсов был построен невероятно быстро действительно это открытие его произошло 16 апреля 2018 года и вот совсем недавно вчера исполнился как раз год с того момента как аэропорт начал свою работу я помню открытие как раз таки мы там вот тоже присутствовали и встречали первых пассажиров и тогда была очень такая тематическая тусовка было много инопланетян и все говорили что это космическая база и у нас есть возможность попутешествовать подобное в общем зрелище можно было увидеть и вчера тебе кстати вот приходилось путешествовать на нашем аэропорту может летать уже куда-то куда летала в Сан-Петербург отметила что действительно очень здорово потому что немного между собой похожие аэропорты имеют какую-то вот схожую стилистику и действительно аэропорт наверное сейчас самое приятное место для меня потому что он чистый, аккуратный там всегда приятно пахнет и зеленая стена и атмосфера путешествия царит мне я с тобой тоже абсолютно согласен кстати тоже летал вот из нашего аэропорта в Питер и думаю еще в ближайшее время слетаю потому что место действительно потрясающее и там что удивительно не так уж и дорого можно там снять номер там на день на два пару тысяч спокойно день ты там проведешь погода там так себе в отличие от Крыма что не может не радовать сейчас началось небольшое похолодание но совсем скоро в конце этой недели уже ожидается потепление в воскресенье уже обещают что температура будет равняться 17 градусам а на следующей неделе обещают уже такое глобальное потепление поэтому я предлагаю узнать подробнее какая же обстановка будет и в других городах и в других городах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас порция информации для слабовидящих зрителей Мы напомним уже озвученную прежде информацию, которая была изображена на экранах Что в Феодосии плюс 16 градусов и будут осадки Также и в Евпатории тоже будут осадки, но при этом похолоднее, плюс 12 В Симферополе плюс 15 и также будут временные, я надеюсь, кратковременные дожди Поэтому обязательно возьмите с собой какие-либо средства для того, чтобы не намокнуть Например, зонки Но вот, допустим, я добирался на работу в Симферополе и действительно обратил внимание, что пока осадков нету Поэтому не упускайте возможности побегать по парку, позаниматься Потому что ученые отметили, провели исследование В нем участвовало около 4000 человек И они отметили, что многие люди занимаются немножко неправильно В том плане, есть тренировки особенные, которые позволяют продлевать жизнь Допустим, на лет 10 точно вы сможете прожить Не только если вы будете там поднимать тяжелые веса или много бегать Нужно совмещать эти два понятия И чтобы тренировки были не только тяжелые, но и интенсивные Это значит, что необходимо, допустим, брать большой вес и делать динамичные подходы Но при этом следует не забывать Если у вас есть проблемы с сердцем, то не усердствуйте Потому что сможете только навредить себе И так вы точно дольше не проживете Ну а у нас уже есть наш корреспондент Салия Салямова Которая с утра вместо зарядки, она уже перемещается по городу Для того, чтобы рассказать вам о самой свежей информации Которую она для вас подготовила Салечка, доброе утро Здравствуй Доброе утро, друзья Первый раз, когда мы с вами выходили на связь Я допустила ошибку И сказала, что до конца года остается 107 дней Но вы, наверное, уже почитали и поняли, что сегодня 107 день А до конца года остается 258 дней Итак, ну, как говорится, человеку свойственно ошибаться О том, что действительно это так Как говорит и реконструкция на улицах Карла Маркса и Пушкина Дело в том, что, как вы помните, в сентябре 2016 года здесь проводился ремонт Действительно, он проходил в достаточно сжатые сроки И не прекращался даже в декабре и в январе Когда были обильные снегопады и дожди Тогда подрядчик сказал о том, что это никак не отразится на качестве работ И вот я хочу отметить, что он ошибся в своих суждениях Как вы видите, за моей спиной плитка буквально провалилась Это говорит о том, что работы за 180 миллионов рублей были проведены некачественно Потому что уже 4 раза плитку приходилось переукладывать Но о том, что такие ошибки все-таки недопустимы Отметил и глава Крыма Сергей Аксенов Который сказал, что теперь будут правоохранительные органы Разбираться с теми, кто принимал реконструкцию на улицах Карла Маркса и Пушкина Ну, а что нам, симферопольцам, остается? Нам, симферопольцам, остается только надеяться на то, что здесь ремонт, конечно же, переделают И больше таких проблем, в том числе и с ливневыми канализациями не будут повторяться Потому что, ну, как я уже сказала, 4 раза это минимум сколько раз приходилось переделывать здесь эти качественные, якобы качественные работы Но также я хотела бы отметить тот факт, что, возможно, не во всем виноват подрядчик Здесь, несмотря на то, что улицы закрыты, перекрыты для легкового транспорта Периодически их можно здесь увидеть недавно Перед моими глазами проехала газель, которая перевозила хлеб Ну, естественно, она вынуждена подъезжать к магазинам Но, тем не менее, здесь транспорт ходит И именно ходит по этим местам, где плитка уже и провалилась Я думаю, что это тоже сказывается на работах Ну, в целом, моя оценка, она, конечно же, неудовлетворительна тому, что здесь происходит Мне, как Симферопольской горожанке, хотелось бы видеть совершенно другую картину Потому что, в целом, улица действительно преобразилась за последнее время, за эти два года Мы можем наслаждаться здесь и посаженными деревьями, и в целом красивым видом Но вот единственное, вот этот факт, он омрачает ситуацию Но о том, чем все это завершится, я думаю, что мы уже узнаем в скором времени А пока вот хотела бы донести до вас то, что здесь происходит Студия, вам слово Спасибо большое Действительно, это есть такая проблема И мы все наблюдаем и следим за тем, как закончится эта ситуация Но, как показали предыдущие слова нашего главы, что все свои обещания он выполняет И я надеюсь, что действительно кто-то, кто виноват, понесет ответственность Нет сомнения, что центр города стал восхитительнее Да, есть нюансы, которые следует исправить Но остается надежда, что такими улицы будут не только центральные, но и другие Удивительно, сколько это займет времени Совсем скоро пройдет всероссийский конкурс «Семья года» И у нас в гостях ее участник У нас в гостях Николай Сергеевич Боровик Заместитель директора государственного казенного учреждения Крымский республиканский центр социальных служб для семей, детей и молодежи Доброе утро Доброе утро Расскажите, пожалуйста, подробнее о конкурсе Ну, всероссийский конкурс «Семья года» проводится в соответствии с концепцией Государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года Утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года Номер 1618р Конкурс направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни Популяризации семейных ценностей Николай Сергеевич, а могли бы уточнить все же подробнее, сразу перейти к задачам Что вот ожидать от семьи? Вот решила семья принять участие в этом конкурсе Что ей нужно будет сделать? Что ей нужно будет сделать? В первую очередь, это обратиться в государственные бюджетные учреждения Республики Крым Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи Либо центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов С целью о том, что заявить о своем желании участвовать в этом конкурсе А что нужно будет сделать, чтобы победить? Чтобы победить, необходимо, соответственно, заполнить заявку Которую эти учреждения, специалисты, эти учреждения помогут заполнить Собрать, соответственно, представить, расписать в этой заявочке все достижения Нет, ну там заявки там понятно, но вот может там будут какие-то действия Или там семья должна будет спеть, что-то станцевать или что-то с роли какой-то снять В согласном положении, утвержденном приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым И Министерства труда и социальной защиты Республики Крым Представленные заявки направляются на рассмотрение оргкомитета республиканского регионального И, соответственно, уже когда оргкомитет собирается, они рассматривают каждую заявку И общим числом голосов выбирают победителя в каждой номинации конкурса А что за номинации? Номинации конкурса 5 – это многодетная семья, молодая семья, сельская семья, семья-хранитель традиций и золотая семья России Ну как, допустим, определить, какая сельская семья лучше? Это у тех, у хозяйства больше, коровок больше или у детей более такие универсальные? Вот, допустим, Люся, ей там 4 года, а она уже доить умеет Или вот как понять? Смотрите, в принципе, это уже будет оргкомитет выбирать, но у каждой номинации есть свои критерии, в которые семья может участвовать Например, для сельской семьи это обязательным условием является то, что семья проживает в сельской местности Внесла вклад в развитие сельской территории и имеет, соответственно, достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей То есть если этих факторов у семьи больше, у них есть достижения и в творчестве, и в труде, и в воспитании детей У нее больше шансов выиграть, допустим, чем у семьи, у которых, допустим, достижения есть только в спорте Ну или еще в какой-нибудь направлении Какое максимальное количество человек может участвовать в этом конкурсе? Число заявок не ограничено То есть любой желающий, если он соответствует этим критериям, может обратиться и подать заявку на участие в конкурсе То есть и бабушку, и маму, и дедушку, всех можно с собой брать и туда отправляться? Или нет? Или только детей и непосредственно самых близких родственников, это маму и папу? Смотрите, заявка подается на семью в целом Если брать, допустим, такую номинацию, как «Золотая семья России», то там, да, участвуют в основном это как раз бабушки и дедушки И, соответственно, их уже дети и внуки Потому что это номинация, в которой участвуют семьи, прожившие в зарегистрированном браке 50 и более лет И, соответственно, они славятся тем, что, допустим, являются приверженцем семейным ценностям И, соответственно, укреплением многопоколенных связей Чем больше у них, соответственно, детей, внуков, правнуков, тем больше у них шансов стать победителем Если они еще и проживают все, допустим, ну не вместе, но, допустим, в одном каком-то населенном пункте И постоянно регулярно собираются на какие-то праздники, дни рождения и так далее То есть это, конечно, очень больший шанс А как это проверят? То есть нужно будет там фотографии свои какие-то присылать, там, видео? К заявкам прилагаются еще фотографии, ну не более 20 штук Фотографии обязательно должны быть подписаны, ну то есть это, допустим Слева я, да я Нет, 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 я имею в виду, что это, допустим, празднование Нового года Или там путешествие в какой-нибудь историко-культурный центр То есть фотографии должны отражать как бы традиции семьи и, соответственно, ее ценности Кроме этого, еще семья готовит на себя презентацию Кроме презентации, возможно, еще и предоставление видео Когда отражающее, соответственно, тоже увлечение и традиции семьи Подложительность видео не должна составлять более двух минут Как вы готовились? Вы имеете в виду... Как участник, да Я участником конкурса не являюсь, я являюсь как бы одним из организаторов конкурса Почему вы, как организатор, не можете принимать это противоречить правилам конкурса? Правилам конкурса это не противоречит, но у меня пока своя семья отсутствует, поэтому я участия не принимаю Но, тем не менее, вы придумали этот конкурс или кто? Нет, смотрите, изначально конкурс придуман, всероссийский конкурс, организован фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Проводится он уже с 2016 года, соответственно, и на территории Республики Крым этот конкурс уже проходит в четвертый раз Если брать предыдущие три года, то у нас каждый год одна из семей, из пяти семей, которых мы направляли на участие во всероссийском этапе Неизменно становилась одним из победителей всероссийского этапа Расскажите, какая семья вам запомнилась? Может, я понимаю, фамилию не факт вы запомните, а вот какие-то факты или сведения интересные, которые бы услышали крымчане Сказали, вот классно, молодцы ребята Это, если честно, мне запомнился прошлый год, семья из Белогорского района Фамилию, к сожалению, сейчас не вспомню, но эта семья стала победителем в номинации «Семья-хранитель традиций» То есть это семья, у них свой семейный вокальный инструментальный ансамбль Они, соответственно, крымско-татарские Они выступают постоянно на всех мероприятиях и муниципальных, и республиканских Участвуют и во всероссийских конкурсах, и всех своих детей, внуков Они готовят к тому, чтобы они продолжали, грубо говоря, свою семейную профессию Действительно круто, я представляю Рустемчика, который еще не научился говорить, а уже барабанить умеет Это действительно здорово А вот у нас как раз-таки самое время перейти к новостям интернета И узнать еще об удивительных фактах о Крыме уже благодаря нашей сети В английском городе Сурей девочка воспитывается вместе с необычными друзьями Одного желтого питона зовут Шер, другого Сони Ребенок живет с рептилиями с рождением Родители не видят в этом никакой опасности Мол, если хладнокровных кормить вовремя, то человеку они не угрожают А это медвежонок Мансур, который живет на аэродроме Орешково Калужской области В маленьком возрасте он лишился матери Но барканьеры сжарились над малышом и подкинули его на край взлетно-посадочной полосы Двухмесячного Мишку прийтили летчики К сожалению, в природу его теперь выпустить нельзя Мощная лавина зашла в Хабаровском крае Редко зрелище наблюдали туристы Люди находились примерно в 100 метрах от бушующей стихии на склоне горы Так что смогли снять это явление детально Никто из присутствующих не пострадал В Китае ученые клонировали лучшего четвероногого детектива Пес по прозвищу Шерлок Холмс за годы службы раскрыл 12 убийств И 20 тяжелых преступлений Ведущие ищеки страны скоро на пенсию Вот полицейские и задумались о достойной смене кадров Клонированный щенок Кунь Цунь уже приступил к тренировкам В Новокузнецке любители зимнего плавания устроили заплыв с помощью льдин Видео было сделано несколько дней назад Один из моржей даже спел песенку мамонтенка из знаменитого советского мультфильма Автор ролика подчеркнул, что у большинства участников купания многолетний опыт моржевания И повторять подобное без соответствующей подготовки не стоит В Китае туристам предлагают пройтись по самой опасной тропе Она сделана из узких досок, висящих над пропастью без перил и ограждений Чтобы доказать свое бесстрашие, на этот аттракцион приезжают смельчаки со всего мира Самая высокая точка горы 2130 метров Удивительная новость Эфир одного из федерального каналов провел робот Этот пример взят из Китая Там тоже уже известен Механические телеведущие Вот так вот постепенно технологии вытесняют современных людей И это уже очередная профессия, которую пытаются освоить эти механические существа Ну я буду первым против выходить и говорить Я не согласен, хотим, чтобы давали нам возможность потрудиться для вас Потому что я думаю, живые люди это всегда приятнее Тем более они могут там, не знаю, ушами шевелить Ну что-то хотя бы настроение постараться вам поднять Да, тем более когда речь идет, например, о водителе троллейбуса Гораздо приятнее, когда это прекрасная, очаровательная женщина Которая с утра встала с прической, с хорошим настроением Желает вам приятного проезда А не просто какой-то автопилот, который автоматически просто срабатывает Наш корреспондент Ольга Литвиненко пообщалась с настоящим, самым прекрасным водителем троллейбуса И сейчас все подробно расскажет Татьяна 35 лет колесит на рогатой машине Мать троих детей с удовольствием садится за руль крупногабаритного транспорта Ей предлагали перспективную работу в офисе, в сфере торговли Но выбрала руль и большую машину А ранний подъем – дело привычки Раньше я работала и в первую, и во вторую смену А сейчас я работаю уже много лет Постоянно в первую Спать Ну для меня хватает четырех часов А там бывает больше, бывает даже меньше В дороге, как и в жизни, может случиться всякое Здесь и соперничество между водителями, и хулиганство пассажиров И томительное ожидание в пробках А иногда бывают и курьезные случаи Однажды путешественники подумали, что их чемодан забрали другие туристы Они потребовали высадить их на ближайшей остановке Когда в Ялту я приехала, и все у меня вышли У меня в салоне оказалась большая сумка Как они ее не видели? Не увидеть ее вообще нельзя Я возвращаюсь с Ялты, и что? Я вижу их на автовокзале в Алуште И я смотрю, они идут Я им сигналю Они так нехотя поворачиваются Я им машу, говорю, идите сюда Они ко мне подходят Я говорю, вот я когда просила положить руки на свои вещи Где были ваши руки? Для Татьяны троллейбус это не только рабочее место, а второй дом Где она проводит большую часть времени У входа висит стихотворение, которое написал ее супруг Эти строки любят фотографировать и выкладывать в социальных сетях пассажиры Выйдет в рейс он утром сонным, целый день круговорот В полночь развезет влюбленных и часа на три заснет А потом опять вперед День за днем, за годом год, потому что город ждет Когда мы едем в общественном транспорте, то, как правило, не задумываемся о том, женщина или мужчина нас везет Главное, чтобы троллейбус прибыл вовремя и быстро довез нас до места назначения Я чувствую себя комфортно, мне приятно, аккуратно ведет, аккуратно обращается женщина Прекрасно Не переживаете? Вообще нет Мне кажется, что женщина, что мужчина одинаковые права, поэтому если хорошо водит, почему бы нет? Не женское это дело, троллейбусы водить скажут многие Однако Татьяна и ее коллеги по цеху на своем примере доказывают обратное В троллейбусном парке 80% водителей – представительницы прекрасного пола Ольга Литвиненко, Андрей Заричный, утро, нового дня Единственный недостаток в общественном транспорте – это то, что ему приходится, как и всем, стоять в пробках И если автовладельцам, у которых личный транспорт, им более-менее комфортно, они могут включить музыку, заняться какими-то личными делами То в троллейбусах все вместе должны стоять и смотреть, когда же эта ситуация решится Хотя я сталкивался с такими ребятами, которые и вовсе могут взять и включить на громкость свою музыку, потому что она им нравится В такие моменты мне просто хочется, чтобы еще человек пять одновременно это сделали, чтобы была абсолютно какофония И этот человек понял, что не очень комфортно ощущать себя в такой атмосфере Что же касается пробок, в России уже в одном из сервисов предложили такую инициативу И говорят, что давайте платить за некоторые ввести платные перекрестки, чтобы в часы пик машина, которая про ним проезжала Потом фиксировался ее номер и водитель оплачивал бы этот проезд Уже в некоторых странах ввели такую практику и отметили, что как раз-таки пассажиропоток ускоряется на процентов 20-25 Так что это помогает, но я думаю, что сейчас многие водители, когда услышали эту новость, думают Не дай бог, чтобы этого не было, хватит собирать деньги Еще сейчас поставили эти камеры, уже по Севастополю всему там проедешь и тебе скажут Вот тебе штраф, там неправильно проехал штраф, там неправильно Еще в Симферополе новые пробки ставят, точнее камеры Так что да, действительно, эта вещь не всегда помогает Но почему же камеры-то стоят не для того, чтобы водители больше платили, а для того, чтобы меньше нарушали? Кстати, на трассе Таврида тоже уже установлены и будет установлен еще ряд камер Потому что почему-то люди не обращают внимания на то, что дорога работает в тестовом режиме И поэтому лучше соблюдать правила дорожного движения У нас корреспондент наш с нами на связи И она сейчас, кстати, у нас с Салией, она у нас не на пробках, как я понимаю А если ошибаюсь, то на рынке находится и узнаем, что она там уже увидела интересного Салия, здравствуй Еще раз доброе утро, друзья Недавно у нас в эфире выходил сюжет Марии Красновицкой, которая увидела, как собирается клубника И побывала на первом сборе урожая этой очень вкусной ягоды Я напомню, что это происходило в Ленинском районе, в селе Багерво Там удалось собрать 50 килограммов экологически чистой, очень вкусной клубнички Ну, а также обещают, что уже скоро ее начнут собирать и в Багчисарайском районе Напомню, там находится самое крупное предприятие, где в теплицах выращивают клубнику Это предприятие занимает 12 гектаров И оно является самым большим в России Ну, конечно же, после этого сюжета мне, наверное, как и многим, захотелось отведать этой ягоды Я решила приехать на центральный рынок Симферополя и выяснить, сколько же стоит у нас сегодня клубника Сразу скажу, что заграничный продукт намного дешевле А именно, даже в два раза дешевле Например, греческая клубника сегодня стоит 550 рублей за килограмм А вот, например, крымская клубника, я вам даже ее сейчас покажу Вот она Она стоит 1000 рублей 1000 рублей, друзья, стоит килограмм клубники Но продавцы отмечают, что она этих денег стоит Потому что наша Багчисарайская клубника очень сладкая, очень вкусная И отличается от греческой Но, в целом, хотела бы отметить, что производители обещают, что в сезон клубника будет стоить не более 350 рублей Остается на это надеяться и ждать того самого сезона Потому что сегодня это практически золотая ягода Это, можно сказать, деликатес очень дорогая И отмечу, что когда я ходила по рынку, не так много мест, где можно клубнику найти Ну, вот я эту точку нашла, но, к сожалению, цены меня совершенно не порадовали Буду ждать сезона, а что же делать? Друзья, вам слово Да, спасибо, Савичка Действительно, 1000 рублей – это очень много Действительно А греческую, я не думаю, что есть, брат, смысл Потому что она полностью не тот вкус имеет Она даже немножко напоминает этот травяной привкус есть у нее Поэтому будем просто ждать 20 апреля, говорят, что уже начинается сезон Ну, не будем вас больше пугать ценами и перейдем к более хорошим новостям И готов отметить, что ситуация с пробками сегодня, на удивление, значительно лучше Хотя есть и стабильные места, которые уже завоевали в первенстве Своё первенство в раздражении Итак, отметим, что когда вы будете ехать со стороны Марина По улице Киевско-Кубышевскому кольцу Вы встретите небольшую пробку И если вы решите сократить и поехать по Воровского Там вам сократить не придется Лучше поехать в объезд Что же касается объездных На мое удивление, есть вот и здесь даже пробки Даже если вы поедете по улице Лесхозной Что же касается других участков Готов отметить, что если вы будете двигаться с центрального рынка кольца До кольца Куйбышевского То вы встретите, конечно же, пробку А вот если вы будете ехать с Куйбышевского в ту сторону То как раз-таки с такой проблемой вы не столкнетесь Также стоит избегать у нас Что это за улица? Также улица Киевская Только если проехать чуть дальше И уже ехать на Куйбышевский рынок Со стороны центрального рынка Или что там у нас находится? Центральный рынок Со стороны центрального рынка Также классическая ситуация на улице Себастопольской Если вы выезжаете из Симферополя Что меня удивляет, кто сейчас из Симферополя выезжает в Севастополь Они с проблемой не столкнутся Столкнутся с проблемой только если не будут ехать в Симферополь Так что лучше по возможности объедьте или сократите по улице Русской Подобная ситуация у нас и в других городах А вот что действительно объединяет весь Крым Это проблема с мусором Она сейчас актуальна И вот в ней разбирался наш корреспондент Артем Узнаем у него в его материале Как всю эту проблему можно решить Срок жизни поэлитилена такой толщины От 100 до 500 лет И это много Учитывая, что первые пластиковые пакеты Были разработаны в США в 1957 году А это значит, что в наши дни ни один из когда-либо выпущенных целлофановых мешков не разложился до конца И это мусорная проблема За последние 10 лет в мире было произведено больше полиэтиленов, чем за все предыдущее столетие И лишь около 5% полученного пластикового мусора использовалось повторно Ежедневно выбрасывается около 50 тысяч тонн неразлагаемых отходов На данный момент в мире уже более чем по тонне пластмассы на каждого жителя 28 марта этого года Еврокомиссия ввела запрет на использование и изготовление некоторых групп одноразовой пластиковой посуды Причина решения ясна Борьба за сохранение окружающей среды Ведь полимеры образуют 80% массы всего мусора в мировом океане 6,3 миллиарда тонн пластика уже не используется по назначению Это отходы Цифра невероятная Из них 79% отправились на свалку 12 сожжены и лишь 9% переработаны Увы, но переработкой пластика занимаются далеко не всегда и не везде Именно с этим и связанная острая необходимость уменьшить количество полимеров Их свозят на свалки, где они лежат сотни лет Это в лучшем случае А в худшем их сжигают Но сначала пластиковый мусор нужно еще и собрать С этим тоже не все так просто Нередко он попадает в один контейнер с остальными отходами А ведь полиэтилена, стекло и металл нужно собирать раздельно Сейчас в Крыму у нас раздельный сбор отходов В принципе на зачаточном уровне находится В Сиферополе планируется к запуску сортировочная линия Где будет производиться сортировка со смешанного потока Но такие решения не всегда эффективны Мусор попадая в один бак, а потом в один мусоровоз Перемешиваясь как следует Становится загрязненным, трудно разделимым С ним сложно работать И на выходе можно получить только 20% фракции Раздельный сбор мусора просто необходим Чтобы остановить рост свалок И уменьшить количество производимого пластика Вот тот пластик, который попадает в эти контейнеры Желтые в виде колокольчиков Те, соответственно, отправляются на переработку И используются вторично К сожалению, тот пластик, который мы выкидываем в общий бак И пластик, и бумага, и стекло 99% это сырья попадает на свалку К сожалению, нередко в свалку превращаются места Совсем для этого не предназначенные Дикая природа страдает от агрессивного вмешательства человека Но этот процесс обратим И каждый из нас может поучаствовать в спасении красоты родных мест В ближайшее мероприятие на водохранилище Будет проходить все Крымские субботники Все люди, которые туда придут Будут разделены по группам К ним будут представлены волонтеры И с этими волонтерами ребята будут ходить на территории водохранилища И убирать самые большие скопления мусора Для того, чтобы сделать наш город немного чище Таких массовых мероприятий ждать не обязательно Всегда можно проявить инициативу самостоятельно Тем более, что на полуострове много мест, нуждающихся в уборке и уходе Мы тоже часто ездим и убираемся Мы убирались на пневматике Там очень грязный лесу, к сожалению Завтра едем в Перевальное, тоже очищать лес перед майскими праздниками Чтобы все смогли красиво отдохнуть Но, увы, пока не налажена грамотная система сбора мусора и расположения баков Уборка лишь на время меняет картину к лучшему Люди продолжают выбрасывать отходы в непредназначенных для этого местах Пока общество окончательно не придет к осознанию важности заботы об окружающей среде Эффективность таких мероприятий останется низкой К сожалению, мне кажется, это вообще неэффективно Потому что во многих местах просто неустановленные мусорные контейнеры Они выкидывают все сразу же на месте, где отдохнули Казалось бы, обычный стаканчик для любимого всеми кофе с собой Удобный? Да Но также и опасный для окружающей среды В среднем в таком содержится до 5% пластика А это значит, что этот картон не подлежит повторной переработке Но не стоит переживать Отказываться от ароматного напитка не придется Потому что есть альтернативы Я не покупаю пластиковые бутылки с водой Ношу либо термос, либо какую-нибудь там чашку Если я покупаю кофе где-то, то у меня есть кружка В мире глобального потребления с любой стороны Нас окружают магазины и торговые центры, переполненные продуктами Многообразие товара привлекает яркими упаковками и громкими слоганами Но проблема у всех одна Еда и напитки, лекарства и даже бытовые предметы первой необходимости Все это сейчас продается исключительно в пластике Трудно представить, но еще 20 лет назад индустрия легко обходилась без полимеров Кстати, сейчас эта тенденция возвращается Повторно перерабатываемая упаковка В магазине вы всегда найдете товар в бумажных мешках или картонных упаковках Но не все, что на первый взгляд легко разлагается, является таковым на самом деле Стоит более внимательно читать состав и экологическую справку на упаковке С обычной макулатурой тоже дела обстоят немного сложнее, чем кажется Упаковочный картон, бумага от канцелярской деятельности Это все не является коммунальными отходами И сейчас по закону даже нельзя их выбрасывать в общий бак То есть их необходимо сдавать на переработку И все же пока еще не везде продаются продукты в экологически безопасной упаковке У этого вопроса есть свое решение Берите с собой собственную тару На рынке есть множество различных вариантов От шоперов до авосек Можно выбрать по размеру и по цвету Все на ваш вкус Природа – это не храм, а мастерская А человек в ней – работник Именно поэтому принцип после нас, хоть потоп, критически неверен Мы должны заботиться об экологии родного края прямо сейчас Не ради светлого будущего, а ради здорового настоящего Я выкину не только свой, но и чужой мусор Все люди уже действительно начинают задумываться над этой проблемой И все больше стараются избегать каких-то бытовых вещей Которые можно, например, заменить овощи Можно просто собирать в пакет, как был показан тканевой Например, взвешивать их обязательно на кассе И обходиться всячески без целлофановых пакетиков Хотя в Крыму эта проблема довольно актуальна Мы подготовили небольшое видео, причем любительское Я снимал ее впервые, так увидел лисицу Это заповедная зона рядом с селом Краснокаменка Мы можем наблюдать здесь, как лисица двигается просто по куче мусора Мусора – это свалка, и уже в министерстве тоже обратили на нее внимание И намерены рекультируют Потому что животных там диких в этой заповедной зоне действительно много Там можно увидеть не только лисиц, но косуль, диких кабанов и другую живность Будем надеяться, что нас услышат и исправят это положение дел Потому что действительно природа в этих местах радует И я бы, наверное, сам в старости поехал бы и с удовольствием там провел свои годы А сейчас у нас на связи с нами находится уже и студия новостей Они, надеюсь, уже готовы нам ответить на наши вопросы И сказать нам доброе утро, ребята! Доброе утро! Сергей, здравствуйте! Алиса, Дима, рад вас видеть! Доброе утро! Как вы, пробудились? Все хорошо? Конечно! Сергей, допустим, помните фильм «Брюс всемогущий», где он работал в редакции новостей И сам мог своими руками создавать новости? Там захотел, метеорит упал, он сразу оказался на месте событий Помните такое? Конечно помню, но я думаю, что я бы создал такую новость, что больше никаких происшествий Больше ничего плохого, только все хорошее И люди смотрели бы новости, наверное, как КВН или какой-нибудь другой юмористический жанр И радовались, улыбались бы и были счастливы Я с вами абсолютно согласен, это действительно клевая идея А я бы еще хотел, чтобы дома для людей росли как грибы Их не надо было бы устроить Просто вот посадил дом, и через 5 лет он вырос И ты в него заселился, было бы вообще потрясающе Спасибо большое Спасибо тебе большое, желаем классного эфира и хорошего дня С бодрого и замечательного Теперь самое время нам с вами попрощаться, потому что наш эфир подходит к концу Обязательно смотрите новости, которые будут в 9 утра Ну а мы будем ждать следующей встречи с вами Нам очень приятно было встречать это утро с вами Спасибо, что вы были с нами, проведите это утро замечательно И не забывайте, что другого такого дня не будет Любите близких, делайте всем приятно